Здравствуйте, дамы и господа, это канал Георген Ко, я и ведущий Георгий, и это игра под названием Gremlins Inc. Gremlins Inc. это карточная игра четырех гремлинах, которые постоянно враждуют друг с другом. Каждый день они постоянно выясняют отношения и думают, кто же из них будет сильнее в этот раз. И вот мы нашли рейтинговый матч. Обычно поиск рейтингового матча происходит очень-очень продолжительно. Но бывает и такие дни, когда поиск не занимает и 15 секунд. Сегодня такой день. Отказавшись, вы не сможете играть в рейтинговых матчах некоторое время. Сейчас я, как всегда, замолкаю ненадолго, чтобы совершать правильное решение. Вора. Снова выбираем вора. Помните, я в прошлой серии был рад, что нам выпал вор, потому что он нам не выпадал постоянно. Ну что ж, теперь он нам два раза подряд выпал. Выбираем его. Ура, выбрали вора. Так, мы находимся... Где у нас тут? Часы Армагеддона, запретные знания, поделка. Так, мы в тюрьме. Значит, от этого, от этого, от этого, от этого. От этого, от этого запретные знания. Хотя вот можно часы эти оставить только для того, чтобы ходить ими. Подачка. Отказываемся. Всё, от всех карт мы отказываемся. Всё, собрали мы. Собрали мы то, что надо. Ходим мы чем? Вы арестованы. О, ну ладно. Не жалко, на самом деле говоря. Арестуют, ну и ладно. Ой, надо было не от часов, от часов не отказываться. Ну да ладно. Отказались и отказались. Не так и грустно всё-таки. Всё равно нам опять карты ужасные выпали, можно так сказать. Ну, не идеальные, скажем так. Далеко не идеальные. Потому что все они, смотрите, сюда-сюда. Но зато авторитет есть. Ну, он так себе. На самом деле, вы арестованы. Ну, арестовывайте, арестовывайте. Вы арестовывайте. Не жалко. Авторитет. Сколько мы получим срок? Нам главное, как вы знаете, развивать свой тюремный ранг. Как я говорил уже в прошлой серии. В которой мы снова же играли с забора. К сожалению, вот хотелось бы, чтобы в этой игре можно было выбирать персонажа. Ну, допустим, из всех персонажей. То есть, допустим, всё-таки все остальные игроки, допустим, уже выбрали персонажа. И если остался ворк, к примеру, то его можно было бы себе, допустим, забрать. Потому что, ну, если персонаж приятный, хороший, нравится, то почему не дать за него поиграть? Коллекционеру. А кто победил-то в прошлом игру? Тайный агент победил. Кстати говоря, тайный агент вещь такая. Я вот думал, думал. Мне кажется, слабый тайный агент на самом деле. У него там, по-моему, какие-то слабые очень способности на конфликт. Вот авторитет. Как всегда, себя плохо ведём, ничего удивительного не годится. А внести тюремная рулетка не годится. Телепортируйтесь на свалку. Отлично. Развиваем тюремный ранг. Президентский номер. Хотя, может, и стоило, но у нас нету карт даже. У нас вообще какие-то карты ужасающие просто. Посмотрите. Руку оппонента и забросьте любую карту с этой руки. Телепортируйтесь на клетку, где эта карта может быть разыграна. Толковое вложение. А может, стоит и вырваться, хотя нет. Мы можем зарабатывать очень много денег, сидя в темнице. Обыск кого будет обыскивать? Предпринимателя. Как быстро развиваются наши соперники. Амнистия может согласиться или не стоит? Ну... Я даже не знаю. Нет. Нет. Тюремная рулетка. Ужасная рулетка. Самая невыгодная вещь. В нее лучше не играть. Почему нельзя отказаться? Ведь тюремная рулетка это сплошное просто-напросто разорение и все. Теперь у нас есть сообщение. Смотрите-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Она появится. Коллекция сообщений. Избранное сообщение. Весьма признателен. Хорошо. Там мы его не активировали еще. То сообщение, которое мы развлокировали в прошлой серии, мы еще не активировали. Президентский номер. Толковое вложение. Плюс 30 плюс. Можно, кстати... Нет, давайте-ка развивать тюремный ранг. Мы будем упираться в этой игре именно на свой тюремный ранг и ни на что более. Надеюсь, на данные соперники не будут такими сильными. Коллекционер. Потерял шестеренку человек. Интересно, конечно, человек. Нищий игрок, у которого 320 очков. Это редчайшая в данном случае ситуация. Потому что обычно люди бывают намного-намного более нищими. Но это начало игры. Тут это нормально. Убираем информацию. Видите? Если вы губернатор, получите 300 и 3 зла. На губернаторская карта. Обычно этот номер снимают высокопоставленные чиновники. Скорее всего потому, что ни один гремлин в здравом уме не будет платить такую цену из собственного кармана. Нет. Нет. Отлично. Голоса. Отлично. На голоса берем. Плюс 5. Видите? Все-таки выгодно сидеть в тюрьме, потому что мы там зарабатываем голоса в огромных количествах. И ждем. Снова наш ход подошел. Еще голоса. Отлично. И зарабатываем голоса, сидя в тюрьме. Идеальная вещь. Просто сидишь и зарабатываешь дополнительные голоса. Карма. С кем с нами произошла неприятная ситуация. Голос. Ой. Неприятно, конечно, нам произошло. Зачем-то нам так мстить. Но у него выбора не было. Он просто хотел избавиться от неприятности, чтобы она не произошла с ним. Поэтому сыграл первую попавшуюся карту. Которой являлась карма. А карма, она действует на человека, у которого самая большая... Злоба. И вот мы пострадали, к сожалению, из-за этого. Астральный извоз. Президентский номер. Интересная и хорошая вещь, на самом деле говоря. Но для нее нужен либо астральный извоз, либо губернаторство. Плюс нет. Еще голоса. Отлично. Выходим из тюрьмы с восьми голосами уже. Интересно, как это мы, конечно, столько голосов в тюрьме набрали. Ну, оставим этот вопрос, я не знаю, кому. Волшебная побрякушка. Выигрыш. Ну что ж, выигрывать пора. Нет, хотя я буду оставить, может, это выигрыш, кстати. Следственный эксперимент. Следственный эксперимент. Вот мы уже разбираем свой тюремный ранг. Снова астральный извоз. Чертовщина. Ой. Какой у него плюс-то стал у этого человека. И смотри, разорили человека одного. Ему, наверное, это очень не понравилось. Когда человека разорили. Неприятность какая следующая? Ничего страшного. Выгодно все-таки, выгодно играть. Минус 50 монет. Ну ладно, так и быть. Все-таки играть выгодно. Потому что следующая неприятность была безвредной. И тут мы фактически больше будем получать, чем терять. А очков злоба, тем более, у нас все равно и всегда будет больше, чем у остальных игроков. Тайник. Деньги. Порылся на свалке, потом попадаюсь в сокровищницу. Астрал. Удивительная эта игра. Жалко, к сожалению, мало популярности. В ней в ней средний онлайн, по-моему, 130 человек. Вот так примерно. То есть очень-очень мало. Ну, для сравнения игры, помните, Don't Starve. Если вы смотрели серию по игре Rocket League. То... То... Сейчас агитация. Президентский номер, но мы его не разыграем никак. Отказываемся, значит. Сбережения лишили злодея. Нет. Так вот. Которое называется там... То ли философские рассуждения, то ли как-то еще. Ну, в общем, что-то такое. Как-то оно так и называется. Есть вещи, от которых очень сложно избавиться. Особенно, если вы им понравились. И там я как раз рассказывал про игры. Какие? Про неудачные игры, которые погибают. И про удачные игры, которые не погибают и живут. Так вот. Так вот. И, собственно, эта игра... Ну, Don't Starve, конечно, достаточно неприятность, которая произойдет с оппонентом. В издаянии все игроки теряют. Доход минус 10. Пропажа. Минус 10 очков. Ну, не смертельно, скажем так. Не смертельно. Рискнусь. Визит президента. Все игроки делают ставки в банк. Ставки выплачиваются в банк. Кто поставил меньше всех, рискуем. Не повезло. Не повезло, к сожалению. Сильно не повезло. Выберите любую активную постоянную карту. Ее хозяин либо откупается за... Три, либо оставляет ее себе. Утилизатор. Каждый, кто заходит к вам на свалку, платит. Давайте-ка активную постоянную карту. Используем. Наушничество. Используем также следующим ходом для того, чтобы двигаться. По клеткам. Рекламная кампания. Наушничество. Выигрыш. Не играем. Выгоды тут никакой нет. Играть в казино бессмысленно. Только если у нас будут специальные особые карты. Которые будут нам... За нас фактически делать всю грязную работу. Сыграв одну карту, можете сыграть еще одну на той же клетке. Интересная вещь. Но на нее у нас не хватит денег фактически. Раз, два, три, четыре. Волосатая лапа. Хорошая карта. Банкомат. Банкомат. Посещая банк, получите плюс. Но мне лучше вот эта свалочная карта. Очень выгодная карта. Она на мне пригодится очень сильно. Свалочная карта. Ускоритель. Кладоискатель. Вот кладоискатель получше. Карта кладоискатель намного-намного лучше. Задание Драгерона. Сходим или не сходим? Как думаете? Толковое вложение. Проклятый меч. Кладоискатель. Конфискация. Отказаться от него или они не отказаться? Откажемся. Я думаю, откажемся. Думаю, правильное решение. Потому что денег мы тогда очень много потратим. Хотя 50, 100, 200. Ой, как много. На взятках тогда потратим. И еще арестовать нас могут за это. Неприятное задание, конечно. А Драгероновское. Некромант. Драгерон. Да. Хотя нет, это не Некромант, по-моему. Утилизатор. А тут что у нас? Кость везунки. Утилизатор. Конфискация. Конфискуем. Уберите постоянную карту для конфискации. Конфискуем это. Отдали 3 очка. Конфискуем голоса тогда. Забрали у этого человека голоса. Прелестно. Наказали мы человека. Кладоискатель. Посещать сокровище, получите 70. Вы должны сбросить активную постоянную карту, принадлежавшую любому игроку, включая вас. Хорошо это, но нам не нужно оно. Это все, конечно, хорошо, да только нам оно не нужно. Раз, два, три, четыре, пять. Нет. Толковое вложение. Бомба-бегунок. Все игроки делают ставки в банк. Кто поставил меньше всех, теряет столько-то, столько-то. 37. 37. Предприниматель поставил зачем 36. Ну, зачем-то взял и поставил 36. Механический банкир. Нет, не платим взятку и нас, надеюсь, не арестуют. Хотя, если арестуют, тоже терпимо. Вы получаете все деньги, которые другие игроки тратят на повышение плюсов в банке. Нет. Предвыборная кампания. Плохо. Плохо это все, конечно. Что другой человек проводит предвыборную кампанию. Мы теряем голоса. Не зря вот эту карту я держу до сих пор. Хотя мы уже на выборах, наверное, не победим. Ограбление банка. Бросьте кубик, лохотрон. Минус 100 денег. Проклятый меч. Обыскиваем сокровищницу. Плюс 200 монет. Отлично. Следующий ход. Развитие бизнеса. У нас нам надо развивать бизнес. Ограбление. Оттолковое вложение. Матка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И ограбим всех. Плюс всех игроков снижается на 10. После ограбления. То есть, по сути, ограбление это не преступление. Способ перераспределить материальные блага. Минуя набившую всем оскомину, рыночную экономику и бумажную волокиту. Вот так. Неплохо, что я могу сказать. Кладоискатель. Давайте-ка на плюс. От задания Белиза отказываемся. И как раз прям так не повезло, что появился астральный извоз. Хотя уже все. Ну да. Предусмотреть это было невозможно. Совершенно, абсолютно точно. Астральный извоз. Хотя, может, его сохранить или не стоит. Толковое вложение сохранить или не стоит. Кладоискатель. Может, надо кладоискатель, кстати говоря, сохранить. Толковое вложение. Сходим. Надо развитием бизнеса ходить тогда, я думаю. Торговля краденым. Что это мы потеряли-то? Играя вором, а грабьте банк. А этот телепорт что? Телепортируйтесь на любую клетку. Ну, даже не знаю, имеет смысл. Нет, не думаю. Клиент может не волноваться. Даже если во время транслокации произойдет сбой, опытная команда специально обученных профессионалов гарантированно соберет прибывшего из разрозненных частей, доставленных телепортом. Вот такой чудесный телепорт. Но мы им пользоваться не будем. По понятным, я думаю, причинам. Три-четыре. Хорошо. Астральный извоз. Сарльта Мортали. Используя потеряете 50 и ходите еще раз. Так, 700 нужно. 700 карт. Сарльта Мортали. Да нет, давайте телепортом. Узурпатор. Отлично. Получите. Сарльта Мортали. Телепортируйтесь на любую клетку риска. Пропускаем. Да, рискуем. Плюс два голоса. Отлично. Раун до выборов три. Хорошо, хорошо. Потом ходим с Сарльта Мортали. Умение хорошо прыгать полезно исключительно в сочетании с умением хорошо приземляться. Смотрите, как прыгает человек. Голосов-то сколько набрал инженер, ужас. Ужас инженер набрал тучу голосов. Теперь нам его, похоже, и не обойти-то. Ну что ж, в любом случае играем в развитие бизнеса, продаем голоса, а потом захватываем власть в стране, фактически. Захватываем власть в стране. Диковинка. Тут, кстати, достижение можно получить, если захватить власть сразу после выборов. Ну, ладно, воздержимся от данного происшествия. Хорошо, что мы сможем сейчас захватить власть в стране. Прелестно, прелестно. Просто идеально. Узурпатор, вот. Станьте губернатором. Вот такой вот губернатор, а это коварный... Брут. Коварный брут, который свергнет губернатора. Отлично. Контрабанда, которую желаете взять. А желаю, давайте-ка удачное знакомство я возьму. Или же контрабанду, покажите карты. Давайте удачное знакомство. Продать, может, голоса. Продаем. Деньги нам нужны. Деньги нам очень нужны. Удачное знакомство. Теперь в агитаторскую комнату идем. Кладоискатель. Посещая сокровища, получите столько-то и столько-то. Агитация и кладоискатель. Хищение. Кладоискатель. Нет. Отлично. Хищение теперь надо играть. Теперь надо играть хищение. Черт побери, выбранный оппонент теряет 5. Интересно, это интересно все. К сожалению, мы проигрываем на выборах, но это ненадолго. Мы власть в любом случае узурпируем и захватим себе хищение. Хорошо. И хорошее хищение. Механический бюрократ. Досмотр. Три хода. Вот. Выезд к избирателям. Телепортируйтесь на любую клетку трибуны. Выезд к избирателям. Куда хотите телепортироваться? У вас есть... Нет, не выступаем. Раундов до выборов один. Один раунд до выборов. Сбор пожертвований. А мы же могли выиграть, кстати говоря. Ну ладно, не повезло, не повезло. Не повезло. К сожалению, не заметил, не обратил внимания. Но вот из-за таких ошибок, к сожалению, мы и проигрываем. Четыре хода надо делать. Четыре-четыре хода. Астральный извоз. Великий генератор. Хотя зачем? Вот с этим генератором ходим. Нет, телепортироваться на любую клетку риск, хотя... Какая следующая неприятность у нас? Да, рискуем. О, голоса победили. Ура! Очень не повезло тому человеку. С голосами, конечно, это просто ужас. Представьте оказаться на месте того человека. Это же вообще кошмарная ситуация для него произошла. Он все боролся, боролся, а ему не повезло. Нас обыскивают. Ну, к сожалению, к сожалению, нас наказали. Но это уже слишком поздно. Тюремная жизнь. Наступая для нас старые долги досмотр. Наушничество, астральный извоз, узурпатор. Жертвоприношение. К сожалению, его разыграли раньше нас. Очень жалко, но, увы, такова наша судьба. И вот инженер долго боролся за пост губернатора. Так ничего и не до... Стик. Вот это его и наказало. Бросьте кубик, телепортируйтесь на свалку. Смысла нет. Не уверен. Ну ладно, вот это, кстати говоря, да. Плюс две вот эти вот тюремных ранга. И поможем уже потом будем наказывать других игроков. Неприятности. Хотя плюс там неприятности, они небольшие. И не особо эти неприятности вредные. Сейчас чужие деньги мы будем считать. Считать чужие деньги будем. И конфисковать их себе, складывать к себе в копилку. Старые долги. Агрегаты узурпатор. Альтруизм. Да. Инженер, конечно. Долго боролся за пост губернатора, но сам себя погубил. Ему уже, похоже, почти невозможно будет восстановиться из данной ситуации. Ну, просто по той причине, что он все свои усилия вкладывал в поднятие своего рейтинга, а не поднятие очков. Это его и сгубило. Деньги. Постоянно буду забывать эти деньги захватывать. Но теперь тут я не забыл. К счастью. Выходим из тюрьмы. Досмотр. Агрегат. Подножка конкуренту. И кому же она будет-то? О, к счастью, не мне подножка конкуренту произошла. К счастью, не для меня. Но удивление, этот игрок меня простил, потому что понял, что у меня выхода никакого не было. Кроме как победить на выборах. Это даже было совпадение. Не мое виной. Доброволец. Доброволец. Досмотр. Старые долги. Астральный завоз. Агрегат. Чистка. Чистка. Чем ходим мы? Рэкет. Старые долги. Астральный завоз. Агрегат. Астральный завоз. Досмотр. Давайте к узурпаторам ходить, что ли. Следующая неприятность заплатить, если вы не губернатор. Используем рулетку. Полезную рулетку. Тут не повезло, но потом в следующий раз нам повезет обязательно. Старые долги. Аушничество. Агрегат. Этот игрок тоже накапливает силы. Копит, копит силы человек. Агрегат, вечный двигатель. Хорошая вещь. Ее тоже надо разыграть. Но хотя карты хаоса тоже очень даже неплохими являются. Просто берешь и разыгрываешь. Куда мы теперь идем? Так, так, так. Досмотр. Арестован. Давайте-ка досмотр. Заплатить, если вы не губернатор. Предприниматель где? На... Вот это. Сейчас скажу, на что. На сокровищницу. О как, не был на сокровищницу, были на голоса. Ну ладно. А, нет, был на сокровищницу. Мы получили деньги, какие-никакие, наверное. О, мы можем воровывать людей. Я же совсем забыл. Правосудие для всех. И нас арестовали. О, это хорошо. Это оно. Они сами себя наказали таким образом. Потому что мне уже полезно сидеть в тюрьме. Становится. А не вредно. Осталось только просто чуть-чуть подождать. Ой, забыл. Ну, всегда такое бывает, согласитесь. Голоса. Ну, хотя бы голоса. Мы забрали их себе. Тайное общество. Смотрящий. Смотрящим мы стали. Импичмент. Астральный извоз. Тайное общество. Но потом будем разыгрывать тайное общество. Потом будем разыгрывать тайное общество. А пока чем будем ходить? А пока я совсем не знаю, чем ходить нам. Менял нам не нужна. Неприятность кем-то. Да тоже неприятности, честно говоря. Тюремный мусор. Ну, 30 монеточек. Тоже не так плохо. Хотя уж лучше неприятность, наверное, было бы кому-то сделать услуги гильдии. О! Он борется с этими людьми. Борется. И не дает им победить. На выборах. Мэра Москвы. Союзники хаоса. Разрушитель. Разрушитель. Великий разрушитель. Армия хаоса стоит в два раза дешевле разрушений на заводе. Хотя там вроде разрушений были не на заводе, а миров. Разрушений миров. Так что это еще понятно. Потеря. Минус 15 монеточек. Что у нас тут есть? Деньги. Берем. Ну что ж. На этом мы завершаем нашу серию. Начинаем тут же новую серию. Спасибо за просмотр. Оценивайте видео. Оставляйте свои комментарии. Я буду рад их все прочитать до одного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует.